Ассаламу алейкум, рахматуллах и бабракату, братья и сёстры мусульмане, приветствую вас на канале Islam World. Правда ли, что мусульманам запрещено плакать? Всем людям свойственно плакать. Например, мы плачем, когда нам в глаз попадает царинка, когда нам случается столкнуться с обидой и несправедливостью, или наоборот, от сильной радости. При этом ученые утверждают, что есть разница между выделением слез и, собственно, плачем. Слезотечение – это физиологический процесс, который состоит в выделении слезной жидкости из особых желез. Оно свойственно как человеку, так и животным. Плач – это особое качество, присущее только человеку. Взрослый человек плачет от горя, либо наоборот, от сильной радости. Часто плачут маленькие дети, которые таким образом пытаются привлечь внимание, поскольку они еще не умеют говорить и не могут объяснить, что их беспокоит. Слезы занимали самое разное место в традициях и культуре разных народов. У народов Кавказа, к примеру, считается, что мужчины не должны плакать, поскольку слезы – это проявление слабости. В Древней Руси и во многих восточных культурах невесте и ее матери положено было плакать перед свадьбой, чтобы показать их печаль перед предстоящей разлукой. Также были приняты особые плачи на похоронах. Для этого существовали специальные женщины – плакальщицы, которые должны были плакать и причитать по-покойному. Кстати, в народе есть мнение, что мусульманам плакать запрещено. Так ли это на самом деле? Плачь в исламской традиции. Мусульманам не запрещено плакать, если это делается искренне, от души, в качестве проявления чувств человека. Есть множество хадисов о том, что пророк Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, поплакивал о своих умерших детей и внуков. Так, он плакал по своему сыну Ибрагиму, который покинул этот мир совсем маленьким мальчиком. Один из подвижников рассказывает, как они посетили пророка, салаллаху алейхи вассалам, когда его сын был при смерти. Из глаз посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, начали течь слезы. Абдурахман ибн Ауф, ради Аллаху Анху, удивленно воскликнул. «И ты плачешь, о посланник Аллаха». Пророк, салаллаху алейхи вассалам, ответил. «О, Ибн Ауф, это милосердие». Затем он заплакал еще сильнее и сказал. «Глаза плачут и сердце скорбит, но мы не произносим ничего, кроме того, чем доволен Аллах». «О, Ибрагим, мы опечалены твоим уходом от нас». Другой сподвижник, Усама ибн Зайд, передает, что дочь пророка, салаллаху алейхи вассалам, Зайна, ради Аллаху Анху, послала за своим отцом, чтобы сообщить ему о тяжелой болезни своего маленького ребенка, внучке пророка, салаллаху алейхи вассалам. Ребенка принесли к пророку, салаллаху алейхи вассалам, и он заплакал над ним. Из глаз посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалам, текли слезы. И Саад, ради Аллаху Анху, сказал. «О, посланник Аллаха, что это?» Он сказал. «Это милость, которую Аллах вложил в сердца своих рабов. Аллах милостив к своим рабам, которые милостивы к другим людям». Как мы видим из хадизов, некоторые из подвижники, как и иные верующие в наше время, считали, что плачь и слезы не могут быть присущи верующим, поскольку это проявление недостойной слабости. Но сам пророк, салаллаху алейхи вассалам, считал нормальным оплакивать близких людей, поскольку слезы – это проявление жалости и милосердия к ним. Единственное, следует отметить, что религия не поощряет чрезмерные проявления горя, какие бы были приняты у арабов во времена невежества, когда они царапали себе лица или били себя в грудь, выражая таким образом скорбь. Также слезы по покойному должны быть искренними, а не притворными. В следующем хадисе передается, что пророку, салаллаху алейхи вассалам, сообщили о болезни сподвижника Саада ибн Убады ради Аллаху Анху, и он отправился навестить его. Подойдя к его дому, пророк, салаллаху алейхи вассалам, спросил у родственников больного. Он скончался? Ему ответили, нет, о посланник Аллаха. Тогда посланник, салаллаху алейхи вассалам, заплакал. Когда люди увидели его плачущим, то они тоже заплакали. Затем пророк, салаллаху алейхи вассалам, сказал им, поистине, Аллах не наказывает людей за слезы на глазах или за печаль в сердце, но он наказывает или милует вот за это. И он указал на свой язык. Особое положение занимают слезы верующего, когда он плачет из проявления богобоязненности и ради любви ко Всевышнему. Это те, кого благодетельствовал Аллах из числа пророков и из числа тех, кого мы наставили на прямой путь и избрали. Когда им читали аяты милостивого, они падали низ и рыдали. Сура, Марьям, 58 аят. Они, верующие, падают низ, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их смирение. Сура, Исра, 109 аят. Такие слезы, разумеется. Если они были пролиты искренне, Всевышний любит больше всего. Нет ничего такого, что Аллах Всевышний любил бы больше двух капель и двух следов. Что касается капель, то это слеза, пролита от страха перед Аллахом, и капля крови, пролитая на пути Всевышнего. Передается, что сам пророк, салаллаху алейхи вассалам, говорил своим последователям, что если бы они знали столько, сколько он знает, они бы мало смеялись, но много плакали. Чем больше в сердце человека богобоязненности и осознания величия Всевышнего, чем больше у него появляется смирение и печали. Если человек искренне плачет, осознавая свое несовершенство и раскаивает за совершенные ошибки, то он непременно будет прощен. Не войдет в огонь человек, плакавший от страха перед Аллахом, до тех пор, пока молоко не вернется обратно в имя, из которого его надоили. Верующий, который проливал слезы в одиночестве, то есть искренне, не на показ, из любви к Всевышнему и смирения перед ним, окажется в особом положении в день суда. Семерых укроет Аллах в тени своей, в тот день, когда не будет иной тени, кроме тени его, а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве поминает Аллаха Всевышнего. Итак, как мы видим, что хотя Всевышний наделил способностью выделять слезы многие живые существа, однако плакать, то есть проливать слезы вследствие сильных переживаний, способны только люди. Верующие люди, так же, как и все прочие, могут испытывать боль от потери близких или от разлуки со своими любимыми, и поэтому плакать – это проявление жалости и милосердия. Но самым похвальным делом считается искренний плач верующего из любви к Всевышнему и благоговения перед ним. Человек, который будет искренне плакать, раскаиваясь в совершенных грехах, из смирения и осознавания своего несовершенства, будет из числа тех, кого Господь облагодетельствует в будущей жизни. Дай комментарии, они важны для нас. Мир вам и вашему дому. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Субтитры создавал DimaTorzok